Привет, дорогие друзья! На связи ТОП Репетитор. Сегодня мы поговорим о том, а что же нужно повторить перед ЕГЭ по истории. На что нужно сделать основной упор, когда у тебя паника, стресс и вообще вот что прям вот основной упор сделать, чтобы забрать максимальные баллы и быть довольным и счастливым. Давай в этом всем разберемся по порядку. Погнали! Ну что тебе сказать? Наверное, уже все. Пора регулярно повторять материал. Вообще тезис неприкасаемый, неубиваемый. Повторение нужно. Если ты думаешь, что можно линейно проходить материал, линейно, не углубляясь в повторение материала, то у меня для тебя очень плохие новости. На ЕГЭ ты можешь обнаружить, что что-то вообще не помнишь в упор. Вот. Наша память работает интервально. Моя дочка, которой 3 года, наизусть знает уже стихотворение про кузнечика. Как думаешь, почему? Потому что она этот стих прочитала, услышала в формате сказок и песенок, наверное, раз 900, я не знаю. И поэтому она просто уже на автоматизме его знает, и все восторгаются, какая умная девочка в 3 года уже рассказывает стихи наизусть. Тебе на ЕГЭ нужно так же. Что делать? Повторять. Регулярно. Но понятное дело, что повторять всю годовую программу – это безумие. Это очень много времени. Осознание, что времени нет – это стресс, слезы. Поэтому я просто тебе говорю опорные позиции. Поехали. Что повторять в порядке приоритета? Самое главное, что нужно повторить – это Великую Отечную войну. Это Олимп, вершина в теории повторения. Почему? Минимум, минимум 4 балла первичных, то есть 10 баллов из 100 только за тему Великой Отечественной войны. Минимум. Плакат, текст, рассуждения, цитирование и так далее, и так далее, и так далее. Более того, что могут спросить еще в каком-нибудь тексте, еще в каком-нибудь рассуждении, задании тоже Великой Отечественной войны. Поэтому сразу говорю – это база. Ты здесь никуда не денешься, это как конституция в обществознании. Нужно повторять и нужно с этим работать. В Великую Отечественную войну повторять как? Чтобы я тебе отдельно проговорил. Карты. Сталинград, Курская дуга, план Барбаросса, Берлинская операция. Личности. Очень много личностей, фамилий и заслуги. Тололихин, Павлюченко, Матросов, Павлов, Жуков, Рокоссовский, Сталин, в конце концов, Молтов и так далее, и так далее, и так далее. Кто чем знаменит, кто что дело в Великой Отечественной войне. И, конечно же, да, самые ключевые события. Битва за Москву, Курская дуга, Сталинград и 10 сталинских ударов с завершением Берлинской операции. Но еще немаловажно, это внешняя политика. Три конференции. Тегеран, Ялта, Потсдам. Очень важны на ЕГЭ, поэтому будь внимателен. По ним тоже есть вопросы и тестовой части, и второй. Второе, на что бы я вообще сделал упор в плане повторения, и чтобы я прям отдельно изучал и повторял, это события 19 века. Мой опыт досрочного ЕГЭ того года сказал, что 19 век спрашивается в большей массе. Чаще даже, чем 20 век. Там, конечно же, очень важны второстепенные личности. Личность, что он делал, его конкретные действия. Спиранский, Николай I, Александр I, Конкрин, Милютин, Толстой, Победоносцев. Витта, в конце концов, личностей очень много. Они критически важны, потому что здесь прям вообще, сразу говорю, вопросов крайне много. В задании на соотношение, во второй части, здесь нужно быть предельно внимательным. Второстепенных личностей я бы лично повторил во всем 17, 18 и 19 веке. Лично я перед ЕГЭ буду это делать. Третье. Самая бомба замедленного действия. Самая жесткая мина, которая может просто похоронить. В 30 вариантах Артасова иногда выпадает просто шизоидное задание. Тебе выдают какая-то карта, там военные действия. Напишите дату подписания мирного договора. Это все. Это конец. Или напишите название мирного договора. Мирный договор, кстати, название выпадает очень часто. Но я думаю, ты понимаешь, что надо делать. Повторить все мирные договоренности. Как их повторять? Название. Страны-участницы. Десятилетие, как минимум, в идеале, дата. И основные условия. Мирные договора у нас будут просто пачкой. Это у нас, начиная с Ливонской войны Ивана Грозного. Там два мирных договора. Уже беги гуглить, что там за подписанные документы. И до 1941 года, включительно завершение Советско-финской войны. Тоже мирный договор. Беги гуглить, какой 1940 год. А вот если после Великой Отечественной войны, их особо и нет. Потому что особо военных действий нет. Афганистан, мирный договора нет. С Чечной тоже. Поэтому там ничего повторять не надо. Основная масса это от Ивана Грозного до событий Великой Отечественной войны. Это лично то, на что бы я сделал особенный упор в этих трех темах. Вопрос, что касается культуры. Вот здесь сразу говорю, что темка очень противоречивая. Как ни парадоксально, но культуры в ЕГЭ уже не так много. Кто со мной много занимается, заметил, что в задании на характеристику марки культура выпадает не всегда. Там могут и Гагарина спросить. Там могут и Суворова спросить. Например, переход через Альпы. Там как бы вариантов очень много. Поэтому здесь нужно просто быть внимательным и себя пытаться оценить. Насколько важно разбирать культуру. У меня на YouTube-канале регулярно проходят бесплатные разборы. И совсем недавно я разбирал всю культуру 19 века в экспресс-формате. Поэтому советую подписаться на мой YouTube-канал, чтобы такие полезные ролики не пропускать никогда. Твой топ-репетитор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!